Как отделить грани на нашем объекте и сделать их отдельными объектами? Для начала давайте добавим в нашу сцену другой объект, у которого будет больше граней. Это будет ICO Sphere. Поинтересней. Рядом в выпадающем меню я выберу цвет нашего объекта. Давайте выберем случайный цвет. И у нас появился вот такой цвет на нашем объекте. И каждый новый объект будет отмечаться новым цветом. Разные объекты, разные цвета. Это так более наглядно. Переходим в режим редактирования Edit Mode. Режим выделения граней Faces. Выделяем какую-либо грань. Например эту. Переходим в Mesh. Separate. Отделить. И Selection. Мы видим, что на этой грани поменялся цвет. Она стала обведенной вот такой окантовочкой. И мы видим, что здесь у нас появился дополнительный объект. Теперь попробуем немножко по-другому отделить наши грани. Выделяем основной объект. Еще раз переходим в режим редактирования. В режиме выделения ребер. Клавиша A, чтобы выделить все наши ребра. Mesh. Split. То есть тоже отделить. И выбираем Faces by Edges. То есть грани по ребрам. И видим, что сейчас наши грани двигаются отдельно, как отдельные объекты. Но тем не менее, они не выделены каким-то другим цветом. Выделены тем же самым цветом, что и основной объект. В отличие от этой грани. И мы не видим, чтобы здесь добавились дополнительные объекты. Они отделены, но они не числятся как отдельные объекты. Как сделать нам их полностью отдельными автономными объектами? Переходим опять же в режим выделения граней. Клавиша A, чтобы выделить все. Mesh. Separate. By Loose Parts. Закольцованные части. Так можно перевести. И сейчас мы видим, что сейчас произошло отделение по различным граням. И они стали действительно отдельными объектами. Это мы видим и потому, что каждому был дан свой уникальный цвет. И здесь в Outliner у нас появился большой список объектов. ОDelgar. Это мы видим. Продолжение следует...